Привет! Кто давно меня смотрит, тот знает, что я очень люблю проникать в запретные места. В GTA изучал недоступные интерьеры и лазил под картой, а в RDR облазил всю территорию за пределами карты. А вот интерьеры в RDR я еще не трогал. Сегодня мы этим и займемся. Забегая наперед, скажу, что местами будет очень интересно. Я столько всего нашел. Как я уже раньше говорил, у меня две игры. Одна для онлайна, другая для модов. Это видео я снимал в игре для модов, чтобы через ноу-клип без проблем пролетать через все текстуры. И попадать туда, куда я захочу. Я могу летать вот так и телепортироваться на пару метров вперед. Любители RDR-ки, располагайтесь поудобнее, вам понравится. Я побывал в каждом доме в игре. В каких-то домах изнутри стены прозрачные, а в каких-то нет. Но такой интерьер я тоже считаю непроработанным. Шторы и двери здесь ставят для того, чтобы их было видно с улицы. И с той же целью накладываются текстуры на стены, пол и потолок. Чтобы с улицы через окно не было видно прозрачных стен. С некоторыми такими интерьерами разработчики заморачиваются чуть больше. И накладывают прям текстуру обоев. А с некоторыми домами стараются еще больше. И даже расставляют какие-то объекты. Но это в тех домах, где либо окна без штор, либо в стенах или крыши большие дырки. Чтобы игроки не видели там полностью пустое помещение. Давайте пробежимся по таким домам. Закрытый магазин на Ранчо Эмирайт. Я удивился, насколько хорошо он проработан. Учитывая то, что зайти сюда нельзя. Мне кажется, что изначально этот магазин планировался как открытый. И я думаю, что это должна была быть именно лавка скупщика. На это намекает то, что в деревне уже есть скупщик, но он стоит на улице. И то, что в ассортименте разнообразный и странный товар. Возможно, Шеймус должен был работать не на улице, а как раз в этом доме. Но в итоге его решили переместить поближе к Амбару, в котором он тоже работает. А так бы он постоянно бегал через всю деревню. От магазина к Амбару и обратно. Продолжим тему со скупщиками. Если попасть в будку скупщика в Роутсе, то у него можно будет забрать интересные вещи. Ключи от тюремной камеры и губную гармошку. А что касается интерьера, то вторая комната проработана слабо. Прозрачные текстуры, дырки и мало объектов. Если вам было любопытно, что находится на втором этаже скупщика в Ванхорне, то ничего, пустой этаж. Кроме лавки скупщика, в Роутсе есть еще одно интересное место. Это вот такой двухэтажный особняк. На втором этаже которого разработчики, наверное, по приколу, решили обставить комнату. В игре она вообще никак не используется. И там можно увидеть картину с жопой. Если попасть вовнутрь, то коллизия пола будет выше, чем нужно. Очень странное место. Кинотеатр в Блэк Уотере, а именно второй этаж. Вот так вот здесь все выглядит. Как для закрытого помещения, очень неплохо. Снова театр, но теперь в городе Святого Дениса. Если пройти по этому коридору в самый конец, то прямо за этой стеной находится еще одна комната, которая на карте отмечена темным цветом. Если не брать во внимание ошибку с люстрой, то это идеальная комната. Я сначала не понимал, для чего она нужна, пока не вышел на улицу. Комнату сделали чисто для вида с улицы. Раньше никогда ее даже не замечал. А если подняться на второй этаж, то можно увидеть, что есть еще и третий. Но там проработки нет вообще. Даже с обратной стороны ограждения нет текстур. Этот кубик – это зрительный зал. Над третьим этажом не парились вообще. Но оно и не нужно. Большой склад в порту. Есть второй этаж и опоры. Коробки стоят только в тех местах, где их будет видно снаружи. Ловко они это придумали. За особняком Шайдибель на берегу расположился микродомик, в котором вот что. Ящики, стол и обломки стула. Расставлено это все на скорую руку. Стол входит в ящики, а куски стула висят в воздухе. Но чтобы рассмотреть эти косяки с улицы, нужно очень сильно постараться. Так что не страшно. Те, кто по заданию бывали в этом доме, обращали внимание на второй этаж, куда подняться нельзя. Полноценного этажа там нет. Просто маленькая комната. Вернемся на ранчо Эмиральд. Изучим ту самую комнату, где в полдень и полночь появляется девушка. Сначала я пришел сюда, когда в окне никого не было. Комната сделана максимально просто. Никаких объектов, кроме лампы и даже коллизии у стен нет. Ходил, смотрел и внезапно кого-то зацепил. Походу это и есть та самая девушка. Первое, что пришло мне в голову, это пристрелить. Забавно. Идем дальше. Есть и такие дома, где снаружи не видно, что находится внутри. Но там все равно есть объекты. И расставлены они очень странно. Скорее всего, случайно. ЖД-станция на севере карты возле большого моста. Внутри находится всего лишь одна бочка. И если мы прямо на этом месте спустимся под пол, там будет еще и коробка. Что здесь вообще происходило? Похожая ситуация в Ванхорне. В комнате между ванной и спальней. Что это и зачем? Очень жаль, что многие помещения, которые были доступны в первой части, во второй абсолютно не проработанные. Например, магазин на Мансонита Пост. Или дом Макфарлейнов. В первой части здесь был хорошо проработанный интерьер. Но использовался он только в катсценах. Я надеялся изучить его хотя бы здесь, но увы, тут пусто. Но все же есть дома из первой части, которые закрыты во второй. Но там кое-что осталось из первой части. Это мне кажется супер интересным. Возьмем вот эту то ли церквушку, то ли школу. Не знаю, как это назвать. В первой части это здание использовалось как кинотеатр. Во второй части оно никак не используется. Но внутри находятся те самые объекты из первой части. До съемок этого видео я об этом не знал. Когда я сюда впервые залетел, я охренел. И это не единственный такой дом. В этом же городке такая же история с лавкой доктора. Вряд ли эти дома планировали открыть в РДР-2. Потому что, как я уже сказал, объекты прямиком из первой части. Мало полигональные. Скорее всего, просто забыли подтереть. Оно и хорошо, такой контент. А вот с шахтой недалеко от Тамблвида история немного отличается. Она открыта в обоих частях, но во второй она гораздо короче. Там, где мы могли пройти в первой части, во второй обвал. Но что интересно, за этим обвалом шахта продолжается. И это полная копия шахты из первой части. Те же коридоры, те же объекты, те же полигоны, те же текстуры. Которые, кстати, наложены не везде. Эти все коридоры, я думаю, планировали добавить в РДР-2. Об этом говорят некоторые мелкие объекты уже из второй части. Которые разработчики успели здесь расставить. Их немного, но этого хватает, чтобы понять, что изначально шахту планировали доделать полностью. И знаете, я даже рад, что ее вот так и оставили. Если бы разработчики полностью ее сделали и открыли, то гулять здесь было бы не так интересно. Была бы просто очередная шахта, которых в игре и так хватает. Не было бы никаких эмоций. Шахта далеко не единственное место, которое бросили в незаконченном виде. На севере Роудса стоит вот такой деревянный домик. Давайте в него заглянем. Зачем разработчики это здесь бросили? Похоже на следы очень ранней стадии разработки. Тут походу должен был быть комод. Тут даже есть стена, разделяющая комнаты. Соседний дом тоже интересен. Хоть и мелких предметов в нем уже нет, но разделение комнат здесь еще более явное. И во второй комнате есть еще один выход. Которого снаружи, кстати, нет. Как и второго окна. А что еще интересно, там где должен был быть второй выход, разработчики оставили козырек. А такие штуки ставят как раз там, где дверь. Этот дом тоже планировался как доступный. Белый отель в Стробери. На втором этаже в одной из комнат даже спавнится тетка. Магазин мебели в Блэк Уотере. Окна снаружи не просматриваются вообще. Для чего-то это все прорабатывали. Даже коридоры есть. Второй этаж. Интересно, что разработчики хотели здесь сделать. Похоже, интерьер есть неподалеку. Вот в этом доме, где в первой РДР живет профессор. Если вам удастся каким-то образом попасть в ванную в тамбл виде, то на карте вы увидите еще одну комнату. В которой есть только картина с голой бабой и фонарь. И все. Разработчики, как я понимаю, очень любят пихать в закрытые комнаты картины с ягодицами. Была бы это GTA, а не РДР, то были бы пенисы, я уверен. Вы никогда не обращали внимания на банк Вармадилла? Интерьер там полностью закончен, но игра нас туда ни разу не пускает. Он вообще не используется. Единственное, только хранилище не успели сделать. Вот так оно выглядит. Очень, кстати, напоминает другие интерьеры. Из этого же города, что интересно. Банк есть также в Блэк Уотере, но он используется в одной из сюжетных миссий. А вот хранилища нет. Хотя в этом банке оно сделано полностью. В продуктовом магазине Сен-Дени, прямо за кассой, находится комната, помеченная на карте темным цветом. В ней абсолютно пусто, но стены, пол и потолок имеются. Возможно, эта комната планировалась как гардеробная. Но так как в Сен-Дени уже есть магазин с одеждой, из продуктового эту фишку решили убрать. Похожая комната есть в баре, но она уже отмечена светлым цветом. И здесь даже что-то есть. Бутылки, маленький бочонок и вешалка. Очевидно, это подсобка, но почему-то ее решили закрыть. Остров с тюрьмой интересен тем, что игроки здесь крайне редко бывают. Сюда нас пускают только в одной сюжетной миссии и в некоторых режимах в онлайне. Но сейчас нас интересует конкретно этот дом. В нем остались очень ранние наброски этажей и тюремных камер. Повсюду невидимые стены. Без ноуклипа перемещаться невозможно. В деревне Бутчер Крик я тоже нашел кое-что интересное. В доме, на крыльце которого сидит странный человек. Немножко проработали и забросили. Очень интересная ситуация с этим домом на территории лагеря индейцев. Он также недоступный и в нем находятся объекты. Стол, ящики и миска. Но если мы залетим в этот же дом уже ближе к концу игры, когда в лагере уже никого не будет, то и этих предметов в доме тоже не будет. Это уже любопытно. Также я погулял по палатке вождя, которую мы видим в катсцене. Позбивал головой предметы и решил заглянуть в другие палатки. Думал, что в них будет пусто, но в каждой палатке что-то было. Не так много, как у вождя, но все же. А одна единственная палатка была без света. Это потому, что в ней вместо костра какой-то гениальный разработчик решил закопать в землю факел, который дает более слабое освещение. Прикол. Теперь давайте посмотрим на помещение, которое мы видим лишь в катсценах и не можем там ходить. Будут микроспойлеры, я предупредил, чтобы потом никто не плакал. Готовы? Поехали. Задание это земля Мёрфри, где мы в пещере спасаем девушку и отвозим ее домой. Так вот, когда ее мама открывает дверь, мы можем увидеть интерьер. И вот он. Вполне себе можно жить. И что еще мне показалось забавным в этой же миссии чуть позже. Артур внезапно встречает миссис Даунс. И когда она забегает к себе в дом, видно, как он просвечивается насквозь. Вот тут как раз ничего не проработали, а стоило бы. Самая первая миссия в эпилоге. Только в ней мы можем увидеть интерьер в лавке у доктора в Строборе. И даже можем ограбить кассу. Только денег мы не получим. Просто минус честь. Вне этого задания интерьера просто не существует. Странно, что разработчики так поступили. Могли бы еще чуть лучше его проработать и сделать обычную лавку доктора. А то, блин, на всей карте всего два таких магазина. Маловато как-то. Здесь же в Строборе находится еще один интерьер, который также существует только в миссии. В той миссии, которую я бы не хотел проходить. В один момент Мика врывается в дом, и в это время появляются невидимые стены, которые не пускают нас даже на крыльцо. Мико. 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 Интерьер спавнится специально для задания и пропадает через несколько секунд, как Мико выйдет на улицу. Миссия с ограблением банка Сен-Дени. Сразу после этого дела банде приходится бежать по крышам и скрываться в одном из домов. Вне задания здесь опять же ничего нет. А в катсцене нам показывают далеко не все, что здесь есть. Знаете, что меня больше всего удивляет в таких местах? То, что для каждого нарисована карта. Хотя смысла в этом нет. После того, как мы покинем этот дом, если сразу повернуть камеру назад, мы увидим, как резко закроются двери. А вот комната, из которой мы вышли. Ранчо Прангхорнов, где мы временно жили в эпилоге. В наш домик доступ есть всегда, поэтому неинтересно. А вот соседний домик уже интересен. Кроме кровати здесь ничего нет. В главном доме тоже есть интерьер, но его мы видим только в катсценах. Но в отличии от прошлых интерьеров, этот прогружен всегда. И это один из самых проработанных закрытых интерьеров. Забавную штуку я обнаружил в доме Даунсов. У них открытый дом, но есть закрытая комната, которая нет даже на карте. Так вот, если попасть в нее во время той самой миссии, в ней будут находиться миссис Даунс и ее сын. А вне миссии тут никого нет. Башню на Гуарме мы видели только с расстояния. Хотя внутри тоже есть на что посмотреть. В Валентайне и Стробери находятся два дома, в окнах которых можно увидеть полноценные комнаты. Они сделаны для двух случайных событий, где вы можете понаблюдать за жителями. Очень хорошо проработанная локация, как для такой мелочи. В Стробери даже можно войти во вторую комнату. Но она сами видите в каком состоянии. Мне всегда было интересно, что находится наверху силосной башни. Там находятся яркие следы. Еще посмотрим на нефтезавод, но в конце игры, когда он уже заброшен и закрыт. Уже даже через окна видно, что с интерьером там проблемы. Ну и напоследок, давайте посмотрим на полностью пустые комнаты, которые непонятно для чего есть в игре. Прямо над скупщиком в Сен-Дени на третьем этаже есть вот такая каменная комната. В промышленном районе за этой дверью тоже есть комната. Но уже чуть в более продуманном виде. Над оружейным магазином тоже похожая штука. И точно такая же комната находится на соседней крыше. Но конкретно она используется в миссии с ограблением банка. Отсюда выбегают враги. Надеюсь, что было интересно и что я вас не сильно утомил. Я побывал во всех интерьерах, но про какие-то мог не сказать. Просто потому, что это не сильно интересно. Не хотел растягивать и без того длинное видео. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok